Приветствую вас. Давайте попробуем посмотреть на вашу ситуацию вот с какой стороны. Вы не знаете, чем хотите заниматься в жизни, не можете найти себя, чувствуете неудовлетворенность, обращаете внимание на то, что делают родители, которые работают ради денег, и им не важно, нравится или нет, им работа. И все это вместе у вас переплетается в такой клубок. К этому клубку добавляется, наверное, ожидание родителей от вас чего-то, да? Ожидание общества от вас чего-то. Ожидание вас самой, от себя чего-то. И так далее. Плюс еще другие желания, плюс то, что вы, ну, 24 года, вы, наверное, считаете, что уже пора определиться, сделаем свои жизни и так далее. Так вот, нужно сказать так, что вот этот клубок ожиданий, клубок, ну, навязываний, да, клубок каких-то, знаете, указаний не всегда явных, все это и мешает вам понять, что же вы хотите делать, чем же вам, чем же вам, все-таки заниматься. Для того, чтобы эту ситуацию немножечко исправить, давайте предложим такой вариант. Вообще говоря, в начале, в начале, постарайтесь изолировать себя от всех возможных влияний на вас. постарайтесь избавить себя от всех возможных проекций чужих ожиданий, чужих реализаций, чужих каких-то мотиваций и так далее. постарайтесь полностью изолировать себя от этого и побыть наедине с собой, побыть только лично наедине со своими желаниями, со своими целями, стремлениями и ценностями. Это важно для того, чтобы вы в спокойной обстановке осознали для себя, что вам нужно. Создайте такую область в начало себя осознание, а после и в реальном мире. Значит, куда не будет никому доступ, вообще никому. То есть, где будете хозяйничать только вы. И это, по сути, начало для того, чтобы вы могли понимать свои собственные цели. Уединение. Если одним словом называть эти вещи, то это уединение. Именно уединение даст вам то, что так нужно. Старайтесь так же понимать, что у родителей, в силу их воспитания, их взглядов и так далее, нету тех ресурсов, которые могли бы разделять ваши точки зрения. И вот этот момент также нужно понимать. А это значит, что на своих родителей вам, похоже, не нужно. Это значит, что сначала стоит группировать определенные категории ваших интересов. То есть, то, в чем вы чувствуете себя наиболее профессионально, что к чему у вас лежит душа, какой у вас склад ума, что у вас лучше всего получалось в жизни. И вот этим и нужно заниматься. В этом и нужно двигаться. Но, в соединении, как правило, для того, чтобы чему-то обучиться, в чем-то получить профессию, требуется не только время, но и деньги. И деньги вам, ну, логично получать самую. Чтобы получать самую средство, вам будет идеальным вариантом устроиться в средство на работу чисто для получения средств. При этом душой и мыслями вы будете в той деятельности, которой вы будете заниматься для себя. Как только вы получите достаточную квалификацию, достаточный опыт в той сфере, в которой вы обучаетесь или будете обучаться, вы тут же уходите с той работы, которая вас скормила до этого, и переходите на ту работу, которая вас устраивает. Которая вам нравится, которая является логичным продолжением того, что вы делали до этого. Это самый правильный вариант развития событий на самом деле. Не прислушиваться к чужим мнениям, не пытаться быть как кто бы, в том числе и как ваших родителей, а вместо этого искать свой путь, но понимая при этом, что для него нужны деньги, и деньги не всегда получаются за счет именно любимой работы. То есть это было бы слишком идеально, чего не бывает. Сначала, чтобы определить ваши способности и то, чем вы хотите заниматься, нужно отгруппировать ваши ресурсы, ваши средства. Вот у вас есть цель, да, у вас есть цель. Цель найти дело в своей жизни. Назвать этот процесс творческим, ну, наверное, нельзя, потому что хоть творчество и является поиском, но творчество – это все же больше инсайд, это больше озарение. Тогда как поиск своей профессии – это именно поиск. Такой механический, монотонный может быть поиск. Но его можно облегчить через осознание ваших способностей, ваших склонностей и так далее. То есть через осознание средств для достижения этой цели. Как только вы поймете, какие средства у вас есть, какими средствами вы хотите и готовы пользоваться, тут же автоматически появится примерный контур вашей цели. Из абстрактного образа они начнут принимать более конкретные очертания, и вы сможете понять для себя хотя бы в какую вам сторону двигаться. Никто не говорит, что вы моментально найдете себе работу по душе, или моментально найдете свое дело, но хотя бы направление получите. А там дальше только непосредственная деятельность вам поможет. Далее нужно сказать так, что душевое слово деятельность – это набор действий, подчиненных определенной идеей, имеющей мотивацию и имеющий смысл. нужно деятельность все-таки организовывать. Ее осознавать. Куда, как, почему, зачем вы стремитесь? Что, для чего и как вы делаете? И так далее. Без контроля этих процессов, вряд ли можно сказать, что вы будете именно осуществлять деятельность. Деятельность как совокупность действий. Вряд ли. Потому что. Потому что не будет общей идеи, общей цели. Ну и, конечно же, терпение, выдержки вам очень сильно пригодятся. Понимание того, что не все можно добиться сразу, не всего можно добиться сразу. И самое главное все-таки для чего. Например, у меня сложилось ощущение, что вы сравниваете себя с родителями. Зачем же? Почему вы себя сравниваете с родителями? Для чего вы себя с ними сравниваете? Не очень понятно. Может быть, у вас с родителями есть определенные проблемы. Может быть, они на вас давят. Может быть, они с вами как-то разговаривают. Задевают определенные струнки вашей души. Такое тоже может быть. Ну, можно здесь понимать, для чего они это делают. Вообще говоря. Вот просто для чего они это делают. Что им нужно? Что им нужно добиться? И тогда вам будет легче с этим делиться. Легче будет существовать именно в условиях их давления. Пусть и неосознанного, наверное, давления. Это облегчит вам жизнь, на самом деле. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи. Спасибо.